Одна только душа человеческая Чтобы заработать деньги Чтобы все эти дела вокруг себя делать Хотя эти все дела и зависят от нашей молитвы По факту Есть преддействие, есть действие Когда человек преддействие с силой обладает, он побеждает Меня как-то познакомили с одним боксером Он много лет был чемпионом мира Такой здоровый, двухметровый человек Красивый, сильный, смелый Мы с ним начали разговаривать Он узнал, чем я занимаюсь Он говорит, что это астрология, я с этим сталкивался Мне один астролог У меня был бой в Америке Мне один астролог предсказал, что ты его проиграешь У тебя пик судьбы, кульминация судьбы И вам тебе лучше отказаться от этого боя От этого поединка И он уже не мог отказаться Потому что много уже денег туда вложено было И все это было намечено Это такое международного уровня мероприятия Он не мог такие решения принимать Он очень сильно зависел от ситуации, в которой он был И дальше интересные вещи начали происходить Этот человек и не молится, и не знает Отношения с Богом как-то может быть сильно и близко, и не строит Но интересные вещи Он начал бой этот проигрывать в своем сердце Он начал сражаться, сражения за много месяцев до того, как оно произошло Понимаете, о чем я говорю? И в какой-то момент в своем сердце он одержал победу Сначала первое, что произошло, он понял, что астролог прав Что победить очень трудно Его сердце, оно чувствовало, сжималось Оно чувствовало, что очень трудно Но он продолжал сражаться Он боролся до того момента, как этот поединок произошел Он сражался, он бился, он защищал свою судьбу И что дальше произошло? В какой-то момент он почувствовал победу До того, как началось сражение И когда сражение произошло, произошло точно так же на грубом плане, как было на тонком Вот точно так же все произошло, и он победил Понимаете, о чем я говорю сейчас? Да? Нет, это не мечта Мечта это, чтобы все само пришло на блюдечки Мечта это означает, я уже победил все Я смотрю на себя, и как мне вешают медаль Я стою на фидестале Почета Мечта вот этого А сражение за свою жизнь, это не мечта Это труд в душе, в сердце Серьезный труд Понимаете? Что такое мечта? Это я когда мягкий и пушистый, сразу А труд это я скользкий и вонючий Понимаете, постепенно становлюсь мягким и пушистым в результате труда Чувствуете разницу, нет? Немножко? Надо начать трудиться Трудиться надо начать, иначе так в мечтах и вся жизнь не пройдет Бабочкой порхать будем Надо трудиться над своей жизнью Потому что иногда такие события происходят, которые мечту просто вот так корежат Когда не знаешь, что с ними делать, с этими событиями А о них можно было победить Душевным трудом Потому что любое событие сначала на тонком плане возникает, а потом на грубом Я вам это говорю, потому что уже много раз в своей жизни происходило у меня Всегда, когда зловещие какие-то вещи происходят в твоей судьбе У тебя еще есть время на молитву Бог оставляет время еще чуть-чуть На молитву, на борьбу, чтобы победить в сердце своем Когда в сердце пробеждаешь, это все отодвигается от тебя потом Это удивительно видеть и знать Это чудо, когда так происходит Одна только душа человеческая безопаснее всякой неприступной крепости Почему же мы всячески ослабляем эту нашу естественную твердыню? Почему занимаемся всякими вещами, которые не могут душе радости доставить? О чем угодно заботимся, но только не можем дать покоя своей душе Мы забываем, что если совесть наша чиста, то никто не может нам навредить И что только от нашего неразумения и желания обладать внешними пустяками Происходят все страдания и вся вражда и ссоры в нашей жизни Понимаете? Поменяли ценность истинную, совесть, на что-то внешнее Марк Аврелий Если твое самолюбие страдает при воспоминании о том, что в былое время ты пренебрегал мудростью Не жил, как живут мудрецы И едва ли стяжаешь себе славу мудреца, то не тужи об этом Если ты не прославишь за мудреца, то тем лучше Будь доволен, если можешь теперь, прямо сейчас же начать жить так, как требует твоя совесть Прямо сейчас Не завтра утром, а сегодня вечером Прямо после лекции Я по себе сейчас говорю Про себя Следующая тема счастья По совести есть какие-то вопросы? Что такое совесть? Как она действует? Может что-то непонятно? Бывает ситуация, когда тебе надо по совести поступить или выполнять свой долг Как поступать? Нужен наставник То, что вы говорите, это означает, что есть разные виды долга Один бывает выше долг, а другой ниже Приведу вам пример, допустим Я вам крайний пример привожу Бывает такая ситуация, что у правителя выбор Или Пощадить человека Какого-то одного И тогда пострадает целое село Допустим Или наказать его И тогда село останется живым Но все будет хорошо Видите, первый долг правителя Это защищать каждого гражданина Но если этот гражданин виновен, допустим И наказание его отрезвит целый населенный пункт То тогда надо наказывать Понимаете, есть разные уровни, разные виды поступков, которые человек должен совершать И сам человек, особенно, когда он находится под влиянием событий Не может это понять Вот, допустим, я вам сейчас это говорю Если я под влияние событий попаду Я пойду сразу к старшему советоваться с ним Потому что я сам под влиянием событий Хоть я это изучаю, не смогу понять, как правильно поступать Понимаете, невозможно разобраться, где важнее, какой долг важнее Вот этот или этот Невозможно Нужно разбирать ситуацию конкретную И принимать в конкретном случае конкретное решение Вот, допустим Ко мне пришла одна девушка Она беременна И у нее ребенок без головного мозга развивается Без коры головного мозга Это означает, что он родится Психически больным Недоразвитым человеком И ей предлагают сделать аборт А она молится И знает, что аборты делают вредным Какой совет я ей должен дать? Ну, давайте Как совесть моя должна сказать? Как моя совесть ей сказала? А? Дать жизнь ребенку И мучиться всю жизнь ей, да? Нет, ну, представьте Она должна Я ей даю совет Всю жизнь Страдать Рядом с ребенком Который вот будет Может вообще не разовьется никогда Какой совет я ей дал? Я ей сказал Совет такой Пожалуйста Не спрашивайте меня Об этом Я не могу вам ничего сказать Об этом Не могу Сделать Правильное решение Это не в моих силах Вам придется Сделать его самой Или спросить у кого-то другого Кто способен Правильное решение Принять В этой ситуации Я не знаю Как понять Искать Может быть вы и правы Но так же грех Человеку Человека Обрекать На Невыносимые страдания Если он К этому не готов Это факт Но я не Господь Я не должен Человека Человека Заставлять Делать то К чему он еще не готов Потому что Если он был готов Она бы не спрашивала меня Если она спросила Значит она не готова Она хочет перенести Эту ответственность Которую придет Самой Принять в жизни На кого-то другого Потом всю жизнь Она будет говорить Олег Геннадьевич Зачем ты мне Это посоветовал Понимаете О чем я говорю сейчас Не во всех случаях Можно сразу Принять решение Иногда бывает Вот так Совесть здесь Своя не сработает Еще раз повторяю Что обычные люди Не способны Слышать свою совесть Нужен старший Есть только Развитые люди Которые способны Слышать совесть Потому что Они не реагируют На события Их разум Невозмутим Они никогда Не поддаются Влиянию эмоций Под влиянием события Даже если угрожает Их жизнь Они всегда Наверное Спокойно Их относятся Потому что Они знают Что они вечные Но я Не отношусь К этой категории Вот я про себя говорю Поэтому я спрашиваю Старших всегда Советы беру Спрашиваю Когда мне трудно Когда разум Начинает вести В сторону Я начинаю Спрашивать Старших Что делать Продолжение следует... Продолжение следует...